Здравствуй, дружок. Добро пожаловать в партизаны, мальчик мой. Всем привет, меня зовут Андрей Арсеньев и на этом канале я рассказываю, как жить счастливо, когда творожена галерина. Как видно за моей спиной деревенский пейзаж городского типа, это означает, что мы вернулись в город Астрахань, чтобы развещать искусством. Как вы все знаете, нас послали сюда, чтобы мы подняли уровень местного театра до Мариинского уровня. Меня послали к вам, чтобы это сказать. Я должен был стать одним из вас, чтобы вы мне поверили. Это сейчас шутка, но вообще у нас в планах, чтобы через два, а лучше год, Астраханский театр занимал топ-5 театров по России. Вот такова наша цель, а я и Маришеньки моей. Очень много новостей, которые хочу рассказать и все не доходили руки из-за переездов, из-за того, что мы были в отпусках, там все. Попытаюсь постепенно рассказывать. В общем, начну, наверное, с того, как мы приезжали сюда. Забавный момент. В общем, мы летели через Москву и пришли в аэропорт Шерри-Негетево за час до конца регистрации. Это получается примерно полтора часа до вылета рейса. Там была такая длинная очередь, что я думал, что мы никогда его не пройдем. Мариша, естественно, начала психовать, а я нет. У меня, как всегда, невозмутимое лицо. В общем, она настрадалась, я из-за нее, потому что, когда полоха ей, мне тоже не очень хорошо. Поэтому мы хотели перед вылетом зайти в фарш, съесть по нашей традиции уже, по вкуснейшему сочному бургеру, но не сходьба. А еще для людей, кто следит за моим каналом, вообще, за жизнью артистов балета. У многих возникали вопросы в моей гетеросексуальности, и я думаю, пришло время поведать всю правду про меня. Очень долго я это скрывал, но я думаю, уже пора. В общем, уже как неделю мы с Маришей вегетарианцы. Вот такая история. Да, пока никаких изменений, себя ощущаем хорошо, пока полны сил. Надеюсь, так и будет продолжаться. Я вас буду держать в курсе про свое состояние, и как скоро у меня поедет моя крыша. Из последних балетных новостей у нас через месяц премьера Спящей красавицы. Много ей что сказать, но, к сожалению, мне не хватило места, чтобы исполнить партию Тезере, поэтому я буду довольствоваться лишь вставным ПДД Синие Птички. Почему не хватило? Потому что было заявлено три спектакля, и, ну, у нас двое премьеров, и, в общем, они занимают, если есть на месте. Одно свободное место, на которое претендовал я, но сказали, что по протоколу хотят позвать приглашенных артистов из Большого театра. Замечательно. Расстраиваюсь ли я насчет того, что танцуют не свои артисты, скажем так, а интузи, которых приглашают, у которых звание, регалии, не знаю. Как бы очень сложный вопрос, потому что у проработников нету работы, а ту работу, которая предоставляет, отдают людям из других мест. Наверное, это бич вообще всех артистов, кто переезжает из одного театра в другой, коевой мы являемся, с Маришенькой моей, потому что и в ЕКБ, и в Навате, и здесь, потому что все прекрасно понимают, что как приехали, так и уехали. Это я все к чему. В общем, уже до премьеры осталось почти месяц, и мы уже собрали весь балет. Два дня назад мы собрали второй акт. Ну, в общем, пролог и первый акт соединены в один акт, и второй и третий акт соединены во второй. В общем, мы вчера, ну, два дня назад, собрали весь второй акт, а неделю ранее собрали первый акт. То есть мы собрали весь балет, а еще до премьеры целый месяц. Это тебе не маринский, когда за неделю еще не готовы ни составы, ничего не отрепетировано. Вот настолько мы ответственно относимся к премьерам. Или не ответственно, а наоборот, мы очень переживаем, что не успеем за месяц собрать, отрепетировать два акта. Мы постепенно входим в рабочий лад. У нас начинаются репетиции, по крайней мере, у Маришеньки моей. Я вчера отсидел там, когда ее репетицию. Конечно, работы много. Продолжение следует... Субтитры подогнали Симон. 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 Пор И когда речь заходит про хореографию, я не стесняюсь уже высказывать свои мнения. Как человек глубоко интеллигентный, я хочу танцевать, так как поставлено, скажем так, в Мариинском театре, на что он очень недоволен. Но пока идет мне навстречу, но, конечно, его лицо выдает то, что, как бы, ну ладно, для вас я делаю исключение. Я это все к чему? Пока ко мне есть лояльные отношения, мне позволяют немножко своевольничать. Пока я танцую хорошо, потом, если все будет плохо, мне запретят, естественно. Да, я все к тому, что можно танцовать хорошо, потому что если будет плохо, то все веселье очень быстро закончится. Я дошел дома, поэтому будем закруглять мини-влог. Давно не видел и не присутствовал в сети. Всем спасибо, что были со мной, надеюсь, этот влог был полезен для вас. Всем! До побаченья! Это значит пока!